Здравствуйте! Вы смотрите программу «Город. Новости по Выборски». С вами Людмила Перминова. Сегодня в выпуске. Кто в ответе за дороги? Восстановлением дорожного полотна в Выборге займутся коммунальные и строительные организации. Улыбка чеширского кота. Юные эрудиты в шестой раз встретились за столами интеллектуальной игры «Что, где, когда» на кубок главы администрации Выборгского района. Весенняя песня. В соборе святых Петра и Павла звучала многоголосие детских хоровых коллективов. Выборг сегодня отмечает знаменательную дату. 25 марта 4 года назад указом президента России Дмитрия Медведева Выборгу было присвоено почетное звание «Город воинской славы». В военной истории России наш город и район занимают особое место. Начиная с петровских времен на Выборгской земле защитники Отечества не раз демонстрировали массовый героизм, мужество и отвагу. Всего на территории района находится 55 мемориальных воинских захоронений, установлено 13 обелисков. Здесь располагались и действуют сегодня военные части и подразделения. Их воины проявляли мужество и героизм в боевых действиях в Афганистане на территории Чеченской Республики, участвовали в ликвидации межнациональных конфликтов. Александр Дрозденко поддержал идею создания единой базы данных многоквартирных домов. Все вопросы по организации системы капитального ремонта, в том числе создание информационной базы данных технического состояния домов, должны быть решены оперативно, подчеркнул губернатор. Единый программный продукт позволит оптимизировать процесс сбора информации о состоянии жилищного фонда Ленинградской области от администрации поселений, обеспечить оперативное взаимодействие между всеми участниками сферы ЖКХ, в том числе управляющими компаниями. Кроме того, информационная система поможет определять дома в первоочередном порядке, нуждающиеся в капремонте. Коммунальные и строительные организации восстановят дороги. В Выборге завершилась проверка магистралей и тротуаров, на которых в разное время проводились земляные работы с вскрытием асфальта. О ее результатах в нашем следующем сюжете. Более 30 предписаний оформила комиссия по результатам проверки тех участков городских автомобильных дорог и тротуаров, где в разные периоды проводились земляные работы со вскрытием асфальта. Письма с требованием устранить нарушения поступят в адрес коммунальных, энергетических и строительных организаций. Проверку проводили специалисты администрации Выборга совместно с инспекторами дорожного надзора отдела ГИБДД. Работали по утвержденному плану, составленному в том числе и на основании жалоб, поступивших от граждан. В результате были выявлены участки, где асфальт не был восстановлен, либо разрушился уже после ремонта. Не был соблюден гарантийный срок, появились провалы из-за плохого уплотнения. По результатам проверки были составлены соответствующие акты, выявлены организации, которые проводили вскрытие дорожного покрытия. И в эти организации сейчас готовятся письма с претензией об устранении указанных дефектов. Как отмечают в Выборгском отделе ГИБДД, в течение года инспекторы дорожного надзора контролируют проведение всех земляных работ на городских магистралях. Отслеживают, вывешиваются ли все необходимые знаки, не препятствуют ли проведение работ дорожному движению, соблюдаются ли требования. Нарушителям выдаются предписания, невыполнение которых влечет наложение административных штрафов. В то же время инспекторы подчеркивают, необходимо понимать, если вскрытие дорожного полотна, например, для устранения коммунальной аварии, производилось в зимний период времени, немедленно восстановить асфальт невозможно. Работы могут быть выполнены, как только позволят погодные условия. В то же время специалисты администрации и отдела ГИБДД обращают внимание ответственных организаций на необходимость произвести восстановление качественно. Дорожная организация производит установленные сроки, указанные в ордере. Единственное, что хотелось, чтобы они доброкачественно устанавливали дорожное покрытие после завершения своих дорожных работ. Что касается результатов проверки, если реакции на выданные предписания от организаций, ответственных за восстановление дорожного покрытия не последует, руководители будут привлечены к административной ответственности. Вероника Когут, Иван Лопатко, Медиагруппа «Наш город». Ленинградская область – один из регионов России, где удается удерживать под контролем ситуацию с распространением африканской чумы свиней. Меры профилактики позволили добиться отсутствия случаев заболевания в регионе. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в ходе видеоконференции с главами администрации. Ленинградская область пока свободна от чумы свиней, но ситуация остается сложной, и меры профилактики ослаблять нельзя, подчеркнул глава региона. Губернатор призвал глав районных администраций усилить разъяснительную работу, а также уделить особое внимание проведению рейдов по выявлению мест незаконного разведения свиней, перемещения живых особей и реализации продукции на придорожных рынках и рынках выходного дня. Проверку по факту гибели 14-летнего подростка в реке Гороховка проводит Выборгский следственный отдел. Напомню, мальчик утонул 21 марта. Его тело было обнаружено спустя сутки. Как рассказали нам в ведомстве, в настоящее время установлено, что в тот злополучный день он вместе со своим двоюродным братом 13 лет проходил по мосту вблизи поселка Токарево. Погибший спустился под мост, вышел на слабый лед Гороховки и внезапно стал уходить под воду. Брат побежал к нему на помощь и также оказался в полынье. Но успел зацепиться за ветку нависающего дерева и схватить рукой своего друга. Стали они звать на помощь, то есть удерживаясь на плаву. Проходящий мимо взрослый мужчина бросился им на помощь, но вытаскивая одного из них из воды, второй мальчик разжал руку и ушел под воду. Следственные действия в настоящее время продолжаются. Сотрудники отдела убедительно просят взрослых напоминать детям о недопустимости выхода на лед в это время года. И еще о новостях следствия. Поставлена точка в резонансном уголовном деле по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении семилетней в уборжанке, проживающей с бабушкой-опекуном. Преступление было совершено в мае прошлого года. Сосед этих людей, воспользовавшись доверием бабушки, что у них достаточно были теплые соседские отношения, совершил с ее внучкой действия сексуального характера. Уголовное дело было направлено в Ленинградский областной суд. В настоящее время состоялся приговор, по которому данный мужчина был осужден на 12 лет в колонии строгого режима. 46-летний подсудимый своей вины в совершении преступления так и не признал. Сторона защиты уже заявила о своем намерении обжаловать приговор. Ленинградская область приветствует нового митрополита. 19 марта Священный Синод Русской Православной Церкви повторно рассмотрел прошение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира о подчислении его на покой и постановил удовлетворить его. Местном пребывании митрополита Владимира определена Александра Невская Лавра. Ему предоставлена должность почетного настоятеля Петербургского собора Владимирской иконы Божьей Матери. Отныне главой Санкт-Петербургской митрополии поручено быть митрополиту Саранскому и Мордовскому в Арсенофию. Глава региона Александр Дрозденко направил теперь уже митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому в Арсенофию поздравительную телеграмму. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Звучит гимн игры «Что, где, когда», обозначая торжественность момента. Более сотни школьников разного возраста вновь собрались в актовом зале 14-й школы, чтобы сразиться в интеллектуальных баталиях. Их приветствует заместитель главы районной администрации Николай Шишкин. Я очень рад здесь видеть 27 команд, которые готовы ринуться в бой, сражаться и побеждать. Я еще раз хочу сказать о том, что интеллектуальная игра «Что, где, когда» это очень важно для школьника, для общего развития. И, наверное, напомнить вам, что выпускник Выборгской гимназии Владимир Цой, он ныне депутат законодательного собрания Ленинградской области, тоже любил играть в эту игру здесь, в Выборге. И после этого он играл в основном в квалитарном клубе «Что, где, когда». И мы все здесь взрослые уверены, что у нас найдутся последователи Владимира Цоя, и мы вас увидим на экране телевидения. Турнир состоял из двух туров, в каждом из которых разыгрывалось по 15 вопросов. Борьба за победу была упорной и эмоциональной. Полная тишина наступала лишь во время оглашения вопроса и потом, в ожидании ответа, когда бешено стучало сердце. Вот сейчас. В комментарии к этому снимку упомянуто уникальное животное. Назовите это животное двумя словами. Время. О, точно. Да, точно. Уник, кстати, точно. Давай, сейчас напиши. Напомнил улыбку Чеширского. Правильно, не Чеширский. Организаторы отмечают, что вопросы турнира направлены не на знания школьной программы. Это вопросы для размышления. Игра подталкивает ребят больше читать, смотреть, думать и анализировать. Кстати, Выборгский район единственный в области, где движение «Что, где, когда» приобрело такие масштабы. Здесь уже никого не удивляет сама игра, ее формат. И то, что мы стараемся распространять ее уже за пределы нашего муниципального образования, это тоже факт, и он признан уже на уровне, в частности, законодательного собрания, которое включило вот этот формат в областной конкурс для молодых специалистов системы образования. Самый весомый тур, который там проводится, самый зачетный по очкам, это турнир «Что, где, когда». После двухчасового мозгового штурма победителями турнира стали и в младшей и старшей возрастной группах команды Выборгской гимназии. Они получили на хранение переходящие хрустальные кубки и книги «Вехи выборгской истории», изданные в свое время по инициативе и при финансовой поддержке Комитета образования. Ну а всем игрокам были вручены сертификаты участия. Наталья Березовская, Валерий Присижнюк, Медиагруппа «Наш город». Грабителя задержали по горячим следам. Все случилось у магазина на улице Рубежной Выборге. 22 марта молодой человек открыто похитил сумку с продуктами питания у 32-летней женщины. Сел в автомобиль ВАЗ-2103 и с места преступления скрылся. На место незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. Потерпевшая смогла описать злоумышленника и машину, на которой он скрылся. Полицейские обнаружили ее в гаражном массиве по улице Гагарина и задержали 24-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Лекционный зал библиотеки Альвара Алта превратился в лабораторию. Правда, всего на один день. Здесь состоялось научное шоу для детей «Открывашка». Причем выборские школьники не только выступили в роли зрителей, но и сами провели занимательные эксперименты. В этом вы убедитесь, посмотрев наш следующий сюжет. Чудеса науки юным выборщцам демонстрировали гости с северной столицы. В центральную городскую библиотеку они привезли лабораторию, в которой можно проводить любые физико-химические опыты. Научное шоу «Открывашка», созданное несколько лет назад, уже обрело множество поклонников по всей России. «Она появилась года четыре назад, я думаю. И, знаете, процветает, процветает благодаря нашим прекрасным опытам и профессорам, которые в ней работают. Конечно, все безопасно, потому что опыты с сухим льдом, жидким азотом, который, как вы знаете, тоже очень безопасен. Но у нас все меры предосторожности есть, там перчатки, очки, все есть». Учиться можно весело. В этом выборских школьников вознамерились убедить профессоры Атом и Дымовушкин при помощи опытов. Вместе с ребятами они трогали воздух, выясняли, как вода превращается в лед, как получается углекислый газ. Самые активные зрители смогли принять участие в экспериментах, почувствовав себя в роли ученых. «Удыхаем в себя воздух. И все дуем сюда! Заживай! Заживай его!» «Итак, у нас находится здесь самый настоящий углекислый газ. И я думаю, давайте попробуем его заморозить. Раз, два, три. Он уже здесь. Наш друг. Это пену. Наш друг. Сухой лед! Морозную свежесть сухого льда ощутили на себе не только Атом с Дымовушкиным, но и зрители. Кстати, его научное название – твердая двуокись углерода. В обычной жизни он используется для охлаждения пищевых продуктов, например, мороженого. В научно-исследовательских работах – для получения низких температур. При испытаниях и сборке некоторых агрегатов в машиностроении и во многих других целях. Наши профессора решили поместить сухой лед в теплую воду, чтобы увидеть, какая реакция произойдет. К эксперименту подключили помощницу. «Берите лед. И на счет три кидаем. Раз, два. Рукой не надо. Три. Прямо в кабину туда. Давайте, давайте. Отлично. Теперь снимайте перчатку. И подуй на нем. Молодец». Профессора объяснили детям – в процессе таяния сухого льда вырабатывается углекислый газ. В результате получается что-то похожее на облако, которое можно приготовить в домашних условиях и даже потрогать руками. В передвижной лаборатории легко изобрести все, что угодно – даже научную газировку. Для этого Атому и Дымовушкину понадобились вода, концентрат и снова сухой лед. Научная газировка всем школьникам и даже взрослым пришлась по вкусу. Но профессора на этом решили не останавливаться, добавив в колбу еще сухого льда. «Как ты думаешь, дорогой ли паркет на потолке? Проверим. Сжимай пальчик. «Баба, нету?» «Давай вместе». «Баба будет». «А теперь, Кристина, смотри. Наша задача – попасть оператору прямо в камеру. Смотри, давай. Раз, два, три. Следующий опыт заключался в превращении воды в гель. Для этого в один стакан налили воду, в другой поместили специальный порошок, как тот, что используется при производстве подгузников. Ребята узнали и о том, что извлекать звуки можно не только из музыкальных инструментов, но и при помощи подручных материалов. Главное – правильно войти в резонанс. «Вы сильнее крутите, а остальные делать так!» Создать гламурный розовый снег – нет ничего проще. В этом «Атом с Дымовушкиным» убедили зрителей, добавив в воду краситель и полимерный порошок. «Давай! Быстрее, 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 быстрее! Считаем! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять!» «Друзья мои, давайте рассмотрим, что получилось. У нас получился настоящий гламурный снег». В этот день школьники научились также поднимать мяч при помощи воздуха, делать пену, создавать дым, чудо червячков и сахарную вату. Они еще не проходили в школе физику и химию, но признались, что будут стараться получать по этим предметам только хорошие отметки. «Я считаю, это очень познавательно, очень весело, очень, так скажем, то, что дети где-то видели со стороны, а тут они принимают свое активное участие, прям интерактивное такое. Вот, я думаю, что очень много положительных эмоций, впечатлений. Какие-то законы физики начальные, представления об окружающем мире, о явлениях, которые нас окружают. Конечно, это очень полезно и занимательно. Не только для детей, кстати». Людмила Перминова, Александр Сорокин, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова «Страна восходящего солнца» представит Выборге свою культуру. 26 и 27 марта в нашем городе будут проходить «Дни Японии». Организаторами выступают администрации Ленинградской области, Выборгского района и Генеральное консульство Японии в Петербурге. Основная часть мероприятий пройдет в библиотеке «Алвара Алта». 26 марта в 12.45 в детском секторе стартует мастер-класс по оригами. В 13.15 оригами и фуросики, традиционное искусство художественной упаковки, представят в лекционном зале. В 15.00 начнется демонстрация фильма «Пловцы», а в 6.00 зрители смогут посмотреть мелодраму «Электричка Ханкё. Чудо за 15 минут». 27 марта киносеансы также намечены на 15 и 18 часов. Всем желающим будут представлены драма «Бусидо» для 16-летних и ретро-мелодрама «Всегда закаты на 3 улице 3». Вход бесплатный. Под музыку и акапелла. В рамках традиционного музыкального фестиваля «Выборгская весна» в соборе святых Петра и Павла прошел хоровой праздник «Мир глазами детей». Под сводами храма с прекрасной акустикой свое вокальное мастерство представили 8 коллективов из музыкальных школ города и района. Среди многочисленных поклонников хорового пения была и наш корреспондент Наталья Березовская. «По тучи обидел маленький кровь, который по тучам стучал кулаком». В этот день в соборе Петра и Павла вновь звучали звонкие детские голоса. Слушатели в переполненном зале не уставали аплодировать, а юные вокалисты, воодушевленные теплым приемом, старались чисто брать ноты, не забывая, однако, улыбаться. Ведь в город пришла весна, а с весной и хорошее настроение, и предчувствие самой веселой для ребятни поры – летних каникул. И летели под своды старого храма звуки классической музыки Баха, Моцарта и Римского-Корсакова, задорных детских песен на стихи Успенского, Чуковского и Токмаковой. В сопровождении органа исполнялись духовные произведения. Хор младших классов детской музыкальной школы номер два вместе со своим руководителем Людмилой Кузиной подготовил к этому фестивалю удивительную программу. Все четыре номера были не похожи друг на друга. Духовная месса сменилась пением акапелла, а русские народные перепевы – забавной израильской песенкой. Мне останется хорошо, когда я пою, и мне нравятся веселые песни. Пение – это радость, которую, если ты любишь петь, это радость. Я люблю петь, потому что я приношу другим людям радость, что они радуются, когда я пою. Мне нравятся песни больше всего веселые, такие жизнерадостные. Мне очень нравится, когда хлопают мне. А кто за тебя болеет обычно на концертах? Дедушка. Я хочу стать звездой на весь мир. Почему? Ну, потому что мне нравится петь. Я хочу, чтобы все люди восхищались моим пением. Мне хотелось бы сказать, что хоровой класс – это один из предметов музыкально-теоретического цикла. И в нем поют ребята самых разных специальностей. Вот девочки, которые перед вами выступали, были две скрипачки, пианистка, вокалистка. И у них ощущения, конечно, разные. Помимо того, что хоровой класс развивает слух, музыкальную память, развивает эмоциональность, это, конечно, еще предмет здоровья, потому что это дыхание, дыхательное упражнение. По сути дела, никто из вокалистов никогда не болеет тот, кто поет воспалением легких. Да, строгому жюри в составе руководителя творческой лаборатории дирижеров-хорместеров северо-западного региона Людмилы Жуковой и преподавателя хоровых дисциплин Санкт-Петербургской музыкальной школы номер 33 Натальи Шляховой на этом творческом конкурсе пришлось нелегко. И младшие, и старшие школьники показали достойный вокал, отточенное мастерство и артистизм. Безупречно, как всегда, выглядел и звучал хор Канталия из поселка Советский. Сегодня он носит имя его основательницы Веры Кобзарь и руководит коллективом выпускницы Веры Владимировны Гайне Мириманян. Очень хорошие дети достались, потому что мы продолжатели традиции Веры Владимировны Кобзарь, директора и, конечно, главного хорместера поселка Советский, ну и, наверное, Выборгского района и Ленинградской области, я считаю. Школа ее будет очень долго жить, дети научены, на самом деле, очень побольше было бы таких фестивалей, конкурсов для детей. Это все нас соединяет вместе. Наталья Березовская, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Ленинградская областная электросетевая компания планирует в этом году отремонтировать 104 километра кабельных и воздушных линий электропередачи и провести капитальный ремонт оборудования 191 подстанции. Объем финансирования ремонтной программы составит 184 миллиона рублей. Основное направление – системное улучшение технического состояния сетей. Продолжится также развитие систем телемеханики и связи, обеспечивающих устойчивую и бесперебойную связь оперативно-диспетчерских служб филиалов ЛАЭСК. Официальный курс валют на 26 марта, установленный Центробанком Российской Федерации, составляет евро 49 рублей 70 копеек, доллар 35 рублей 93 копейки. К новостям спорта. Чемпионат Ленинградской области по тайскому боксу завершился в минувшее воскресенье в Гатчине. Четыре представителя клуба «Арена», защищавшие честь Выборга, увезли домой заслуженные награды. Антон Ткаченко, возрастная группа 12-13 лет, занял второе место. Юниор Эрик Гельманов также на втором месте. Взрослые спортсмены Максим Грядиновский и Антон Костин завоевали бронзовые медали. Благодарю вас за внимание и всего доброго! В среду в Выборге ясно. Температура воздуха в нашем городе днем 3-5 градусов тепла, ночью 0-2. Ветер восточный 3-4 метра в секунду. В Петербурге солнечно. Днем в северной столице плюс 4-6, ночью от 0 до плюс 2. Ветер восточный 4-5 метра в секунду. В Лапейнранте ясно. Днем от 3 до 5 градусов со знаком плюс, ночью минус 1-3. Ветер восточный 2-3 метра в секунду. В Хельсинки солнечно. Днем в столице Финляндии 3-5 градусов выше нуля, ночью плюс 1-3. Ветер восточный 7-8 метра в секунду.